Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Каждую неделю, ну почти каждую, по пятницам, ну в основном по пятницам, встречайте Михаил Садорнов, в том, что неформат. Что вы хотите от неформата? Неформат, а не в Африке неформат. Друзья, добрый вечер. Радиостанция Юмор ФМ в прямом эфире приветствует всех, кто слушает сейчас нас на ультракоротких волнах из студии в Москве. С вами, как всегда, в пятницу вечером Михаил Садорнов, автор и ведущий программы Неформат. Ему помогаю вести я. Меня зовут Максим Забелин, продюсер радиостанции Юмор ФМ. Михаил Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, будем с вами улучшать и собственное настроение, и наших слушателей. Вообще всегда мы начинаем программу ровно с этим ощущением, и оно только подтверждается. А я и приезжаю на эту программу с хорошим настроением, потому что знаю, что уйду отсюда с еще более хорошим настроением. Правда? Я как бы чувствую, вот я чувствую обычно зрителей в зале. Казалось бы, вот нас слушают, мы их не видим. А я чувствую, кому нравится, кому нет. И я даже чувствую, как эта энергия идет от многих, которые заряжаются нашей передачей. Более того, мне прислали в личку несколько сообщений, что ехал на машине за рулем, в пробке стоял, голова болела. Пока вас слушал, голова прошла. Потрясающе. Забыл, просто еще стакан с водой возле радиоприемника поставить. Чтобы зарядилась. Правильно. Ну что, друзья, я техническую информацию очень коротко расскажу. На сайте веселаярадио.ру организована трансляция, практически телевизионная, с нескольких камер нас снимают, так что вы можете зайти, посмотреть, оценить, написать гостевую книгу на сайте, если вы живете не в России. А если вы живете в России, то пишите нам на 8870, короткий смс-номер. Самый демократичный способ пообщаться с нами, задать вопросы. Мы прочитаем ваши сообщения, все ваши наблюдения за странностями, которые творятся в нашем мире, за забавными сообщениями, которые вы увидите. Мы обязательно прочитаем. А сейчас разминка. Ну, разминку я предлагаю провести по двум направлениям. Первое, как обычно, более банальное, поделиться с нами своими наблюдениями. Кстати, я хочу предупредить, иногда в некоторых городах, мне тоже писали в личку, нас, когда мы говорим о чем-то очень остром, переключают на музыку. Я хочу предупредить, не делайте этого, господа, потому что мы четко сегодня все проверяем. У вас будут неприятности, вы не имеете это право делать, ни по приказу никакого губернатора. И, кстати, имейте в виду, что если губернатор приказ, значит, его скоро снимут. Мы уже предупреждали Нургалиева когда-то об этом, что раз он печется о том, чтобы мы над ним не шутили, что его снимут. Недели не прошло. Итак, я вас всех предупредил, а теперь к разминке, друзья мои. Но первое направление обычное, своими наблюдениями, будем рады, если вы поделитесь. Я вам зачитаю то, что я видел за последнее время. Вот объявление видел работникам склада, запрещается находиться между пандусом и автомобилем, так как можете быть раздавлены. Казалось бы, такое человеколюбие, в скобках, дописка. Оставшиеся в живых будут уволены. Такая, без вариантов, короче. Магазин в Москве и название торта. Кондитерский магазин. Скажите, вот это название, что привлекает сон грешного негра. Это кто-то покупает, а лежит аппетитный шмат сала. В Симферополе я видел. Надпись на ценнике «Свинья» в скобках «Избранная». Вот это замануха. Фен для волос, в скобках, женский. Что такое, что имеют в виду, с ним делать надо? Для чего он годится? Главное, что значит мужские фены для волос? А что такое мужской фен? Какова конструкция, мне интересно. Ну, кстати, вообще я всегда читаю инструкции. К фенам, вообще, ко всякого рода этим... Ну, это гаджетами не назовешь, конечно. К приборам. И я купил массажер для глаз. Это замечательная вещь. С утра отмассируешь, и как зарядку сделаешь? Ну, естественно, надевается на пол лица. Вот. И первый пункт инструкции. Вот, я не знаю, что с вами будет, как говорит Задорова. Но, клянусь, не вру, купите и проверьте. Первый пункт. Не рекомендуется, вот не запрещается, а мягенько. Не рекомендуется использовать массажер во время вождения автомобиля за рулем. Кто тот идиот, который за рулем наденет на пол лица себе массажер на глаза? Ну, я так понял, что он перекрывает, да? Ну, конечно, все перекрывает. Начисто. Слепота полная. Не лучика света. Если вы нам позвоните в течение этого рекламного объявления, вы получите помимо массажера для глаз еще и хорошее настроение. И вот сюда ехал. Ну, вот, Максим, почему никто не обращает на это внимание? Рекламы висят по всей Москве. В прошлый раз мы уже говорили с вами о рекламе ночи живых музыкантов. Потому что утро, конечно, уже мертвые музыканты будут к утру. Но это же теперь, я не помню, рассказывал в прошлый раз или нет, но повторю. Теперь же на Украине, например, надо обязательно ставить на афишах обозначение живой звук. И запрещается петь под фонограмму. Так в Ялте написали задорно в скобках живой звук. Но все рекорды перекрыл ценник молока на рынке в Симферополе на Украине. Молоко от живой коровы, между прочим. Вот это не хухры-мухры. Но вот здесь сейчас, ну когда? Час назад. Гринти. Подгузники с листьями зеленого чая. Я не мог не дочитать до конца. И в конце даже ребенок может приготовить чай. Что это такое? Это по всей Москве. Я другое удивляюсь. Ну ладно, придурков, которые написали достаточно. Но как люди это не замечают? Как они мимо этого проходят? Ну, что вам еще сказать интересную? Ну, гаишник мне рассказал. Ну, ДПСник. Работник ДПС. Все надо политкорректно называть своими именами. У него, он остановил машину, джип. Реальный такой джип, крутой. Смотрит, а там священник в рясе сидит. За рулем. Он подошел, а священник открыл окно. Ну, гениальный народ. Друзья, ну, почувствуйте гордость за наших людей и за святых отцов. Святой отец высылся из жипа и говорит гаишнику, ну что, сын мой, исповедоваться будем? На этом я считаю, надо первое направление разминки закончить, а второе после рекламы. Да, потому что, ну что ж мы только про разминку будем говорить. Пора приступить к делу. Да, у нас очень много новостей на этой неделе. Мы выбрали самые интересные из них. Постараемся сделать так, чтобы комментарии наших новостей никого не обидели, но тем не менее. Это будет трудно сделать, но мы сдержимся. Итак, Роспотребнадзор, по-моему, это главная должна быть новость сегодня, открыл границу 34-м грузинским производителям вина и готовится открыть границу для молдавских винопроизводителей. Казалось бы, все прекрасно, да, скоро начнем пить вино. Но тут еще одно сообщение пришло к прицепам, которое чудесно просто прозвучит. Так вот, есть такая организация, называется Росалкогольрегулирование. А, Росалкогольрегулирование, прошу прощения. Так вот, эта организация обязала перевозчиков спиртосодержащей продукции оснащать транспортные средства специальным бортовым оборудованием на основе технологии ГЛОНАСС. Если вы помните, на прошлой неделе мы говорили с вами, что ГЛОНАСС пытаются сейчас применить для полетов от Земли к Луне. Еще одно место на том, что потоки спирта, которые по стране развозятся автомобильным транспортом, теперь будут контролироваться ГЛОНАСС. Везде применяется ГЛОНАСС, кроме своего прямого назначения. Слушайте, ну это вот из рубрики Михаила Задорна «Только у нас». Да, вот только у нас спутники ГЛОНАСС могут контролировать алкогольные напитки. Вообще, я не понимаю, опять из репертуара Задорнова, я не понимаю, как можно оценивать продукт вредный или полезный, исходя из политической ситуации. Но это все равно, что о вкусе судить по цвету. Ну что же это такое? То плохие отношения, значит, запретят. Я думал, что сейчас запретят грузинские вины, потому что Саакашвили опять облил грязью Россию в ООН. Я думал, опять прекратят. Ну, Саакашвили последние дни доживает, поэтому ему дали так немножко возможность это сделать. Но Украина, Максим, мы не открыли Украине возможность сладкое поставлять в связи с улучшающейся... Вы это говорите, мы? Мы с вами, мы, Россия не открыла. У меня нет пока этой информации, Михаил Николаевич. Ну, мы проработаем эту ситуацию и думаю, что вынесем решение какое-то. Но ГЛОНАСС находится под покровительством нашего премьер-министра. Премьер-министра мы много раз говорили, называют в народе Твиттери на Анатольевич. Ему это нравится, ему кажется, что он приносит этим пользу. Вот если спутники запускают... Ну, что делать? Но он на Айпаде пытается национальную идею Россию выработать. На Айпаде, на Айпаде, на Айфоне. Россия же там маленькая на Айфоне. Что там ГЛОНАСС... Вы знаете, проблема заключается в том, что не так давно был приобретен одним из наших сотрудников прибор, в котором находились и чип GPS, и чип ГЛОНАСС. Так вот, чип ГЛОНАСС был просто приклеен к батарее. Вообще никак не соотносясь с внутренностями прибора. Поэтому... Был разговор, к слову, о гаджетах двух водителей. Один говорит, меня нафигатор так надоел. Тот говорит, не нафигатор, навигатор. Говорит, нет, нафигатор. Вот все время, нафига ты повернул направо? Нафига я за тебя замуж вышла? Ну что, друзья, мы прервемся на короткую рекламную паузу для того, чтобы встретиться снова, вновь вместе с вами. Хорошо. Программа «Неформат» продолжает свое вещание. Радиостанция «Юмор ФМ» вместе с вами. Ну что, друзья, мы получаем сообщение на короткий номер 8870. Среди них много интересного. Некоторые из них мы сейчас зачитаем. Первое сообщение. Сегодня приехали на поезде из Абхазии. В вагоне-ресторане в меню в разделе «Сладкие блюда» единственное название – «Лимон с сахаром». – Обильно. Да, широкий выбор десерта. Обильный десерт. Причем наверняка еще, знаете, они же любят все теперь в любых ресторанах, кафе подражать западным таким, чтобы западные манеры перенимают в первую очередь. Это наверняка подается комплимент от шеф-повара. Вот это мне нравится, придешь в любое зачуханное кафе, и вам комплимент от шефа. Я говорю, пускай подойдет и скажет, что я хорошо выгляжу. А не надо мне подавать это яйцо самца калибри под майонезом. Вот это вот, под микроскопом этот комплимент различить невозможно. Вот интересно здесь тоже наблюдение сделали очень правильное, тоже в посылке. В нашем офисе вместо слова «обновить» говорят «рефрешнуть», а вместо «соединить» – «отджойнить», а вместо «сравнить» – «отвеперить». Я не пойму, что такое «отвеперить». Я первый раз те слова, я слышал. Профессиональная терминология. Слушайте, ну это, я думаю, надо опять нам с вами затеять вот эту игру. Пускай люди присылают вот эти слова-уроды, которые они слышали сегодня. Лично я могу поделиться собственным опытом. Многие ведь молодые говорят «зарувь его» или «дай мне твои аттачменты». Это так ракетически звучит, да. Но это все-таки офисный планктон. И самое из этого гениальное, что я слышал, это когда даже мальчик сказал маме, закрыл комнату, хлопнул дверью, чтобы мама не мешала, и сказал «не дистурбируй меня». Вот слово «дистем». Друзья мои, это вот с подачи кого-то из радиослушателей мы предлагаем вам тоже, так, войти в тонус в этом смысле и прислать нам свои наблюдения. Пора уже, пора уже взорвать вот это уродство, вот это засорение родной речи вот таким мусором, гнилью такой, словами-уродами. Я еще хочу прочитать одно сообщение, удивительное. Надпись на двери «Кабинет 264 переехал на третий этаж в соответствии с законом об ограничении курения». Гениально, вот дымят ребята. Всем кабинетом туда с топором вместе переехали, с несколькими топорами, чтобы повесить их можно было. Так, я предлагаю еще организовать игру у нас в эфире. Итак, мы уже размялись, пошли первые сообщения, мы предложили только что почти игру практически тоже, связанную со словами-уродами. Иностранности, извините, я неправильно ошибся, иностранности. У меня сердце. Да, не-не-не, это я в плохой сценарии. Знаете, мне очень понравилось, что недавно Киркоров сказал... Ну, без Киркора у нас ни одна с вами передача не обходится, потому что он редкий перец. И, как я даже говорю, он болгарский перец. Редкий болгарский перец. Он похвастался тем, что он никогда не участвовал в рекламах, но в последний раз согласился стать лицом компании Евросеть. И он объяснил это так, что у него теперь дети, и ему нужны деньги. Ему как никогда теперь... Он так и сказал, мне как никогда требуются подгузники, присыпки и погремушки. Ну, ему давно это требуется, в принципе. Но, потому что он же весь на сцену выходит в погремушках, и ощущение, что и в присыпках. Но я думаю, что его примеры должны последовать многие наши, как я их называю, звезды. Как мне одна написала в письме, вы для меня звезда через и. Вот поскольку слово звезда, интеллигентный человек по отношению к себе не может употреблять, я считаю, что все, кто называет себя звездами, на самом деле звезды. И они звездят. Так вот, для звезд. Я предлагаю... Я сейчас предложу свои варианты нескольких реклам. А вы, друзья, может придумаете, еще и дополните мою... Мою... Не коллега, мою фантазию. Реклама. Заснеженная вершина горы. Николай Валуев сбрасывает в пропасть снежного человека. Потом еще одного, потом еще одного. Голос за кадром. МТС. Зимние скидки. Рекламный ролик-жилет. Перед зеркалом с бритвой в руке стоит Никита Джигурда. Следующий кадр. Раковина полная рыжих волос. Камера поднимается выше. Перед зеркалом уже стоит Федор Бондарчук. Реклама. Александр Цекало поглаживает себя по животику. Голос за кадром. Рэдбул округляет. Ксения Собчак. При обыске в моей квартире нашли всего полтора миллиона евро. А ведь могли и больше найти. Голос за кадром. Хорошо иметь домик в деревне. Следующая реклама. У меня я ее потерял. Но я думаю, очень хорошая реклама была бы, знаете, какая вот. Жанна Гузарова рекламирует Эспумизан. Она сама должна говорить. В животе шум и гамм. О, вы еще не слышали, что у меня в голове. Какой шум и гамм. Вы знаете, что на Марсе Кириосити обнаружил воду? Мы об этом, кстати, тоже поговорим. Для Жанны Гузаровой это очень актуальная информация. Да, она же сейчас на Марс собирается лететь, чтобы дорогу показать. Зачем GPS? Возьмите Жанну Гузарова. Лоцман. Продолжая эту тему, конечно, очень хорошо, Жириновский подбегает. Алла Пугачева подбегает к Жириновскому и выплескивает за то, что он ее оскорбил, какую-то жидкость ему в лицо. И голос. Новый ферри удаляет жир. Ну и последнее, я считаю, очень хорошо самому Путину рекламировать. Я люблю вызывать провинившихся на ковер. И голос. Ваниш легко ковер от пятен избавишь. Друзья мои, если у вас будут еще идеи какие-то, мы будем рады с ними познакомиться. Да, особенно этому рада будет наша коммерческая служба, которая получила сразу столько информации. Я не подумал о различных брендах. Ой-ой-ой, я порекламировал. Конечно страшно, это же не формат. А, это же не формат. Надо было говорить не Ваниш, а Паниш, чтобы люди угадывали. Я понимаю, не Агузарова, а Шмагузарова. То есть надо было менять немножко какие-то. И тогда в них придирок не было. Ну да, не МТС, а ШПД. И чтобы люди догадывались. Накануне рекламных объявлений, которые сейчас посыплются, как из рога изобилия у нас в эфире, одно сообщение от нашего слушателя из Тулы. В Туле висит рекламный щит. Памятники оптом и в розницу. Гениально. Представляете, оптом. В скобках. Ленину, Дзержинскому. А оптом, хорошо, если я понимаю, что они имеют в виду, они имеют в виду памятники могильные. Конечно. Представляете, вот мне надо. Оптом. Кто закажет один памятник, второй бесплатно тебе же. Это было где-то сообщение, что кто погибнет в новогоднюю ночь, ему бесплатно похоронное бюро предоставляет похороны. Вот это замануха реальная. И люди старались в новогоднюю ночь погибнуть, чтобы все-таки не башлять. Ну, или страховки, помните, от конца света. Что если произойдет конец света, тебе выплатят деньги. Тебе, если точно произойдет, то точно тебе выплатят. Да, итак, реклама на ЮМРФМ. Еще раз добрый вечер, друзья. Радиостанция ЮМРФМ продолжает вещание в прямом эфире. Из студии в Москве программа «Неформат». Михаил Задорнов отвечает на ваши вопросы, подводит итоги недели. И у нас есть новость, мимо которой пройти нельзя. Она касается, по разным оценкам, это был захват платформы нефтяной, по некоторым оценкам, это была борьба за чистоту экологии нашей планеты. Речь идет о том, как судно «Гринпис» было арестовано. Да, да, я знаю. Российскими... Я не знаю, чем это закончилось, что сейчас, в каком состоянии. Да вы знаете, закончилось это пока ничем, то есть все продолжается, основные участия... А они, может быть, просят нашего гражданства российского, как сна, вот и мы пропали в Жереметьево, а в порту Мурманска. В порту Мурманска, да, это там уже все, квартиры в Мордовии разобраны. Да, все, в Чечне тоже остался Мурманс. Кадыров последние квартиры отбивает у боевиков для депортии. Сегодня некоторые издания, ну, объявлялось, что многие издания выйдут без фотографий в знак поддержки Дениса Синякова. Это человек, который на этом судне находился в качестве фотографа. Он фиксировался беспристрастно, у него был контракт с «Гринпис», точнее, он остался, этот контракт. Но, тем не менее, он арестован сейчас на два месяца. Причем формулировки там такие, что он находится, ну, то есть может иметь контакты со своими зарубежными товарищами, и чтобы вот эти контакты не были возможны, ему избрана такая мера пресечения, как арест. Многие издания объявили о том, что они выйдут без фотографий на основных страницах, но, насколько нам известно, вышли в основном интернет-издания. Целый список, среди них есть довольно известные сайты, такие как «Лента.ру», например, «Газета.ру». Я видел это, да, видел эти снимки. То есть, ваша оценка того, насколько борьба «Гринпис» с загрязнением окружающей среды вышла за рамки дозволенного или не вышла, насколько их можно считать пиратами, ведь им предъявлено обвинение по статье «Пиратство» или нельзя их считать пиратами? Ну, я юридически неграмотный человек, я не юридическое лицо в том числе. Я не знаю, как это прокомментировать грамотно, но вот по моим ощущениям, я, например, тех «Гринписовцев», которых я знаю на Западе, честно говоря, это все какое-то фуфло. Вот они гонят, они ходят, не едят, говорят, что не едят мясо, а едят его в тихомолку всерьез. Ну, во всем случае, я говорю про тех, кого я знаю. Они ходят в кожаных туфлях, а борются за то, чтобы не уничтожали животных. Есть в этом какое-то лицемерие, в этом есть какое-то желание под тему немножко заработать. И мне кажется, что они устроили акцию чисто такую ради рекламы самих себя, потому что во всем мире добивается нефть. И тогда уж давайте всерьез бороться против этого. Да, вот я бы, например, начал разговор о том, что надо переходить совсем на другие источники. И такой разговор ведется, но это должна быть серьезная работа проведена. Скажите, что они улучшат в мире тем, что они попытаются вскарабкаться на канатах в Баренцевом море на наше плавучее средство. Я даже не знаю, как она называется, нефтяная база. Нет, платформа нефтяная. Это нарушение, безусловно, отношений международных. Поэтому их надо арестовывать и смотреть, насколько они нарушили закон. Если по нормам юридическим. Если с точки зрения человеческой, мне это, например, противно. А то, что фотограф сфотографировал, ну его нельзя называть предателем, но сфотографировал. А почему он не имел права фотографировать? А, он оказался там прямо по заяве, которое от них пришло, да? Тоже хотел заработать. Но я в этом не вижу, например, такого нравственного преступления, как, допустим, Пусси Райт, ворвавшиеся в церковь и оскорбившие верующих. Весь мир считает, что злые российские власти, бедных девочек начали гнобить. Ведь, ну и вы знаете, какое сейчас отношение на Западе к российским законам? Что считается, что российские законы самые недемократичные в мире. Ну, тут я с некоторыми такими законами, честно говоря, согласен. Мы с вами часто говорили, что, а зачем гей-парад организовывать? Вот, ну пускай геи существуют без парада. Ну, зачем? Значит, они комплексуют. Ну, почему они должны на парад собираться? Ну, пускай существуют, будут везде. Вон в шоу-бизнесе. Я же говорил, мы хотели организовать парад мужиков с Газма, но мы не смогли. 11 человек набралось мужиков. Ну, бессмысленный разговор. Но, видите ли, Россия им не нравится, потому что запрещает геев. Во-первых, вранье, не запрещает, чушь. И, кстати, мне понравилось, как Навалдае высказался по этому поводу президент. Он сказал, Берлускони, говорит он, засудили, потому что он не с мальчиком жил, а с девочкой. Если бы жил с мальчиком, его бы не посмели засудить, сказали бы, что это не политкорректность. Молодец, классно сказал. Вообще, когда он разговаривает с какими-то нашими правозащитниками, мне очень нравится, как он это говорит. А что касается нефти, да, противно, что весь мир... Знаете, я такой роман, поиск написал, любовь и нефть называется. Потому что любви противопоставляется нефть. Вообще, слово нефть от слова нафь, невидимый мир. То есть, ее называли навью, когда она черная, как нафь. Нафь это мир мертвых у славян. Да, совершенно верно. Живые, нафь мертвые. Это из пекла добывается. И поэтому ее назвали нафь, а потом уже слово в нефть превратилось. Это же только на русском языке нефть существует, на славянских языках. Нафта перешло это уже позже в другие языки, а изначально оно появилось у нас. Так что, ну, что вам сказать, ну, каждый пиарится как может. Гринписовец этот известный, гениальный же, я вам в случае рассказывал когда-то, я повторю, это было год назад, то, что я озвучил в эфире. Ну, ЮТУ, помните группу? Главный солист Боно, любимый артист нашего премьер-министра. В то время, когда Боно выступал в Креблевском дворце, наш премьер-министр был президентом Лайт. В то время. И пригласили Боно. А Боно же известный гринписовец, и он все свои выступления начинает с того, что гонит страшную чушню. Он щелкает пальцами, вот так, как я, не знаю, слышно или нет у микрофона. И он вышел и во дворце, в этом, в Кремлевском, начал с того, что очень трогало зрителей во всем мире, но только не у нас. Щелкает и говорит, каждый раз, как я делаю так пальцами. Когда я делаю так пальцами, в Африке умирает один человек. И сам чуть не заплакал. От этого уж привык уже гнать. И только у нас голос. Прекрати убийца немедленно. Убийца вы так корректно заменили то слово, которое криво. Я боюсь, что вам придется штраф за меня выплатить. Поэтому я, конечно, заменил, да. Друзья, давайте сейчас послушаем одну из новостей, которую подготовила служба информации радиостанции Юмор-ФМ. Она касается как раз очень дальнего зарубежья. Неформат. Новость недели. Кьюриосити нашел на Марсе воду. Специалисты НАСА подтвердили то, что грунт в районе посадки космического аппарата богат H2O. Анализы, проведенные при помощи установленного на борту марсохода оборудования, показали, что в нем содержится более 2% воды. Кроме того, и сам грунт оказался намного разнообразнее и насыщеннее, чем ожидали исследователи. Например, помимо воды в образцах песка, пыли и глины нашелся углекислый газ, а также соединение серы и кислорода. Впрочем, по поводу существования жизни на Марсе, ученые говорят, что утверждать это еще рано. Неформат. Новость недели. Ну что, Михаил Николаевич, после короткой рекламной паузы у нас есть... Мне понравились сообщения про Марс. Марс, да. Вы знаете, что там мы сначала искали газ. Пытались найти метан. Причем Газпром искал. Америкосам заплатил. Вероятно, да. А как Curiosity называется? Да, Curiosity. Это любопытство. Знаете, английскую пословицу, она очень похожа на русскую. У нас пословица «Не суй свой нос в чужой вопрос», а у них Curiosity kills a cat. Любопытство убивает кошку. Простите, я вас перебил. Да, собственно, я и к этому вел, что любопытство не убьет ли кошку. То, что найдет Curiosity на Марсе или... Что скажут, что и найдут. Но мне другое интересно. Вот, смотрите, интерес к Марсу у человечества был всегда. Даже когда не было телескопов. Да, ну, тем более сегодняшнего оборудования для исследования космоса и планет, а не космоса. И вот интересно. Я знаю одну такую организацию у нас на Руси, в России. Она содержится за счет денег ЦРУ. У ЦРУ есть разные такие теории, которые, я не знаю, откуда они взялись. Может быть, в ЦРУ хранятся, может быть, они из Ватикана какие-то нашли, себе взяли материалы секретные. Но насчет Марса. И там есть такие легенды. Якобы они идут, эти легенды, из глубокой-глубокой давности. И говорят о следующем, что Арии, Арии, вот Гитлер не догадался до этой теории, прилетели с Марса, куда они предварительно прилетели с полярной звезды. И прилетели они на спутниках Марса, на Фобосе и Деймосе. И что потом, когда Марс начал остывать, они переселились на Землю. И называлась планета Арес, как Арц. Простите, это к крутому не одну. Арес. Арес, ну... А у марсиан, у этих римлян уже Марс назывался. И что они были очень воинствующие, завоевали здешних неандертальцев. И поэтому Арес у греков бог войны, и Марс бог войны у римлян. Это такая родовая память. Это я вам рассказал то, что весьма забавно мне было читать. Только не подумайте, друзья, что я эту теорию вам навязываю. И за это платят ЦРУ в этой организации. А ЦРУ... Они от ЦРУ, ну, разные побочные фирмы, они проводят... Они дают деньги на раскопки у нас. И они направляют не туда тех, кто интересуется у нас родом своим. И это очень опасно. Ведь, когда образование неправильно, кто-то в скинхеды, а кто-то не по тому направлению фальшивому пойдет. И снова мы попадем в не туда. Вот, я думаю, в чем секрет вот этих фальшивок разных. Но наши тоже устанавливали на Curiosity свою аппаратуру. Но засекретили фотографии, присланные с Марса. И не хотят раскрывать. Потому что, судя по этим... Во-первых, там остались дороги с того времени. Много-много миллионов лет назад там были дороги, оказывается. Но вот сегодня, когда их засняли, оказывается, они выглядят гораздо лучше, чем многие российские дороги на сегодняшний момент. И их, конечно, засекретили. Друзья, ну, у нас сейчас будет небольшой перерыв. Мне интересно, кто-нибудь ведь сейчас напишет, что я не прав, что это не так. Да, обязательно. У нас по каждому стезису, который сегодня в программе, да и вообще всегда звучит, приходит большое количество сообщений, что это неправда. Или, наоборот, это правда абсолютно в точку. Вот это мне нравится, да. Ну, главное, нет равнодушности. А были такие сообщения, помните, когда я сказал, что под Челябинском, почему Медиорит приедет, что там наше секретное оружие сделали. Это теорическое былое. Большой снежколеп. Люди до сих пор верят. Что там снежколеп сделали. И сейчас катапульту делают, чтобы этот снежок на Вашингтон запустили. Мы продолжим буквально через пару минут. Вы знаете, я не могу обойти стороной этот вопрос, потому что очень много людей пишет, присылает на 8870 свои смс-сообщения. И в гостевой книге «Развернутые дискуссии». Также на 0731, вот мне редакторы говорят, поступают звонки относительно концерта «Все хиты Юмор ФМ», который состоялся в прошлую субботу. В «Крокус Сити». В «Крокус Сити Холле», да. И Михаил Николаевича долго не могли отпустить со сцены. Вы работали вместо там 7 минут, ну, изначально вы говорили, ну, там 7, я думаю, там порядка получаса. Да. Если брать с номером Сити. Я уйти не мог, мне так нравилось. То есть народ просто не отпускал, вспомните, да, то есть аплодисменты и дальше по восходящей. Удивительно, вот и многие сейчас отмечают это, что был прекрасный концерт, с удовольствием слушали Задорнова и так далее и тому подобное. Михаил Николаевич, коротко, если подвести черту под концертом. Вы знаете, я с удовольствием наблюдал за этим концертом и за кулис. Я в самом начале концерта вышел за кулисы, это у меня с юности, я люблю слушать, как реагирует зритель, на что, как выступают артисты, я люблю наблюдать. Да, это звездам не положено. Звезды приезжают на свой номер, быстро переодеваются и быстро уезжают на тусню какую-то. Но я сделал определенные выводы. Вот выступали молодые ребята. И знаете, от нашего поколения выступали Хазанов, Альтов. Ну, я причисляю Галкина к нашему поколению не по возрасту, а по школе. Он овладел школой, которая была до него. И он классно это делает. И я. И вот молодые, когда выступают, я удивляюсь, почему они у нас не учатся? И когда я им говорю, что, ребят, ну мы же, вот я у вас учусь, а почему вы не учитесь? Они говорят, да, такие рассказы, как вы писали в свое время, никому не нужны. Да, это не формат. Я говорю, не формат, это талант. А формат не талант. Но они делают все форматно. И вот выходит, например, 15 минут миниатюру идет пьяный гаишник с пьяным водителем. Во-первых, на такую тему нужно 30 секунд. Я помню, как в советское время кто-то сострил и убрал эту тему, когда гаишник подходит, говорит, доложите. Вы нарушили правило. Доложите. И оттопыривает в карман. Он говорит, сейчас доложу. И кладет в карман. Все, на этом закончена тема. Но 15 минут кривляния не годится. Потом выходят эти поющие пельзимухи под фонограмму. За ними, за ними, за ними, вот потанцовка. Вот это я, видите, я захлебываюсь от ужаса. Вот это потанцовка. Мужики молодые. Это не мужики. Это сорняки. Это не сорняки. Это аскориды на перегретой сковородке. Участники парада. Как они извиваются. Им кажется, что это хорошо. Они даже не понимают, что это плохо. Многие. Как хорошо, что этого не было у нас на концерте. Этого не было. У вас было все классно. И я хочу сказать. Молодые. Вы талантливые. Поучитесь у нашего богаления. Вы... Вы... Это просто рассказ, который я записал вчера. Позавчера на концерте в Калуге. Я решил возобновить этот жанр. Интеллигентным людям хочется послушать рассказы, в которых есть, помимо реприз, тема. И когда репризы отвечают этой теме. Я думаю, этот рассказ не будет напечатан нигде, никогда. Только мы с вами неформаты можем на это решиться. Вы знаете, программа наша называется «Неформат» неспроста. Когда я Михаилу Николаевичу предлагал названия разные программы. Ну, например, там «Субботний вечер». Вы отмели, потому что в пятницу. Да, да, да. Не знаю, посетили. Логично. И так далее. Неформат. Именно идея программы заключалась в том, что мы можем ставить вещи, которые не соответствуют формату, в том числе и «Юмор-ФМ». Сейчас вы услышите рассказ «Письмо президенту», которое длится 8 с лишним минут. Это очень неформатная вещь. Но она очень точная. Друзья, оставайтесь с нами. Обладатель премии «Радиомания» и значка ГТО. Михаил Задорнов. Неформат. На «Юмор-ФМ». Письмо президенту. Уважаемый товарищ президент, пишут вам благодарные жители города, в котором вы побывали с деловым визитом. Правда, вы только за три дня сообщили нашей городской администрации о своем приезде. Но даже за эти три дня они успели сделать для нашего города больше, чем за свое время существование независимой России. 87-й год, вся фраза написана, ничего в ней не менял. Вчера в Туле сказал, вообще обвал в зале был, к ним недавно Медведев приезжал. Вообще улет был в Туле. Во-первых, были покрашены все дома со стороны улиц, по которым вы поедете. Правда, так старались, что некоторые дома закрасили вместе с окнами. А мостовые заасфальтировали вместе с канализационными люками. Но зато во все строения города подвели свет и газ, включая две собачьи будки и пять скворечников. А это больше всего реакция была в Чите, потому что там действительно заасфальтировали с канализационными люками. То есть я шучу, а попадалово происходит. Я уже это понял по реакции. Проверим, что еще. Проселочную дорогу из аэропорта за три дня превратились в скоростной автобан. Работники ФСБ пропылесосили все леса в округе, подмели поляны, покрасили в швежий селеный цвет листья на деревьях. Помыли все памятники в городе, привели в порядок памятник Кутузову, приделали ему второй глаз. Бюсту Ленина прилепили ноги, причем женские. Оставшиеся от снесенного 20 лет назад памятника Зое Космедемьянской. А памятник Менделееву шампунем от перхоти отмыли настолько, что он оказался памятником Ломоносову. За день до вашего приезда приказали отловить всех бездомных животных. За ночь в силки попали 40 собак, причем вместе с хозяевами. И две старушки, которым так понравилось в приюте для животных, что они решили остаться, потому что в приюте для собак кормят лучше, чем они кормятся на свою пенсию. Хотели даже на время вывезти за город всех бандитов и воров в законе, но вовремя одумались, тогда бы в городской думе никого не осталось. Точняк Попадалова! Я уже чувствую по вашим аплодисментам, что если кто пришел из чиновников ко мне, то звяк. Ой, поскольку все знают, как вы любите заботиться о музеях, был снесен старый ветхий домик, в котором жил Антон Павлович Чехов. И на его месте был построен новый дом, в котором он жил. А перед входом в него поставили памятник Антона Павловича Чехова, который сидит на скамейке и читает ваше обращение к народу на айфоне. Конечно, не обошлось без перегибов, поскольку вы предупредили, что хотите посетить городскую больницу, чтобы показать вам. А вас, по-моему, просто щекотит кто-то. Чтобы показать вам, как эффективно расходуются выделенные на здравоохранение средства, в нашу больницу завезли здоровых больных. Правда, случился конфуз. Когда вы приехали в родильное отделение, в палатах, лежали румяные здоровые мужики в погонах. Поскольку по пути вашего следа не находились два магазина с названием «Сехшоп», их срочно переименовали. На одном написали «Музей прикладного искусства», на другом – «Магазин умелые ручки». Но мы за эти перегибы на наших руководителей не обижаемся. Но мы же понимаем, как им нелегко с вами. Вы им сказали, надо заботиться о народе. А как это сделать, не объяснили. И они не могут понять, как им доложить вам, что они о народе уже позаботились. А еще вы все время говорите, что Россия должна идти вперед. А где у России вперед, не объясняете. Они сами не знают. Вы поймите, у нас всегда как было в городе. У кого были способности к искусству, пошли работать в искусство. У кого к науке в науку, у кого к производству в производство. А у кого никаких способностей не было, стали чиновниками. И начали руководить теми, у кого эти способности были, пока они у них тоже не исчезли. Зато к вашему приезду в городе не оставили ни одного гея. Поэтому три дня у нас в городе не было ни одного концерта. И ни одного выступления истрадного артиста. А санаторий по пути из аэропорта под названием «Голубые дали», губернатор сказал срочно переименовать. Переименовали сначала в «Голубые ели». Но губернатор сказал, что голубым и жрать нечего, не надо. Поэтому переименовали еще раз. И «Голубые дали» назвали «Не голубые, не дали». Особое внимание власти уделили нашему уникальному городскому зоопарку, когда-то крупнейшему в Европе. Но когда рухнул СССР, животных редких разобрали чиновники и бизнесмены по домам. И, к сожалению, многие уже померли, не выдержав жизни. В зоопарке было, очевидно, отсутствие множества зверей. В померших зверей нарядили таджиков. Я боюсь вам дальше говорить. И посетители зоопарка наблюдали шокирующую картину. Как в углу вольера, сидя на корточках, курили волк, лев и пингвин. А зебра копытами разливала им водку. И материлась на таджикском. Зная, как вы любите общаться со случайно встреченными людьми на улице, городское деление «Единой России» тщательно добрало 50 случайно встреченных вами людей. К каждому из них составили вопросы под ваши ответы. Однако в спешке бумажки перепутались с ответами. Дали не тем людям. И на встрече с вами 75-летняя бабка сказала «Спасибо «Единой России» за материнский капитал». Я теперь еще троих рожу. Дедушка похвастал «Спасибо «Единой России» за карусели и горки. Мы с друзьями катаемся до темна, пока родители нас домой не позовут». А 7-летний мальчик заявил «Спасибо «Единой России» за повышение мне пенсии». Я вылечил радикулитов, вставил новые зубы и отложил на похороны. Но главная ваша встреча в нашем городе прошла торжественно. Все улицы были украшены лентами и цветами. Тендер на самые дешевые цветы выиграло ритуальное бюро, которое принадлежит жене замглавы администрации. В результате на всем пути следования вашего кортежа висели венки с лентами от родственников. Покойся с миром, пусть земля тебе будет пухом и, пророческая, ты с нами навеки. Одним словом спасибо. За те дни, что вы были, конечно, после вашего отъезда краска на многих наших домах облупилась, асфальт расстрескался, канализационные люки до сих пор никто не может найти. Исчез вай-фай, обиженный голубь теперь спамят на лету. Но все равно город стал красивым и благоустроенным. Мы понимаем, что вы заняты. Но в ближайшее время, пожалуйста, приезжайте к нам еще раз. А если не сможете приехать, то хотя бы сообщите нашим властям, что приедете. И очень просим. Пусть кто-нибудь из ваших людей пустит слух перед вашим приездом, что вы лично любите ходить по всем домам и проверять, есть ли горячая вода. Очень хочется помыться. Неформат. Сатира. Ирония. Нет, просто правда. Ну что, программа «Неформат» полностью оправдывает свое название. Мы поставили неформатное совершенно выступление Михаила Задорнова на концерте. Ишло оно 8 с лишним минут, да? Это считается трижды неформат. Выступление каждого по радио должно быть не более двух с небольшим минут. Да, но в течение этого выступления нам пришло замечательное сообщение. Пишет из Серпухова. Михаил Николаевич, если президент не едет к нам в город, то может быть хотя бы вы приедете. А, это я знаю, мне вчера сказали. Я приехал вчера. Говорит, спасибо, что вы приехали, к нам президент не едет, но хоть немножко привели в порядок... То есть перед вами тоже красят. Фас, фас. Красят. Красят. Перевели в фасад. Это здание. Друзья, очень много сообщений от вас. Спасибо огромное за теплые слова в адрес Михаила Николаевича и нашей программы. Я хочу зачитать некоторые сообщения по теме, которую мы вначале объявили. Это разные наблюдения. И пойдем дальше. Сергей Зверев рекламирует продуктовый магазин в Алтайском крае. Ну, видимо, фотография Сергея Зверева на щите и надпись. Я люблю сюда приходить. Здесь все натуральное и красивое, как я. А в Екатеринбурге рекламный щит. Видимо, берут деньги за слова во многих местах. Лишнее слово, лишние бабки заплатить надо. И поэтому менеджеры беспощадно сокращают рекламу. Здесь совсем коротко. Геморрой-950 рублей. То есть непонятно. Тебе вставлять его будут, пересаживать от другого. Главное платить. 950 рублей. И взял тяги морой. В Ферсонесе на входе на воротах висит табличка. По стенам не ходить. Это сильно. Ну, на Украине всякое бывает. Объявление в придорожном кафе. Пельмени, шашлык, черви. Вот как это понятно? Ну, это для рыбаков, наверное. В одну кучу все, да. Нас часто критикуют. Это не сообщение, а мои уже слова. За то, что мы не очень аккуратно относимся к различным объектам религиозного культа. Так. Пришло объявление из Москвы от Виктора. Он пишет, у входа в ДК, который находится рядом с монастырем, объявление. В 21.00 будет дискотека. В скобках. Без продолжения. Какой кошмар. Цена 50 рублей. В скобках. В долг нельзя. И это нас еще критикуют. Ой. Максим, а вы видели этот ролик, когда на Святой Горей, на Голгофе подрались священники? Ну, это потрясающе. А армяне подрались с греками. Максим, это так страшно смотреть. Это они пошли стенка на стенку. Кодилами, крестами. Это какой-то ужас просто. Это греко-армянская база. Я даже не стал смотреть до кого. Смешно. Греко-армянская база. Это смешно бы сказать. Я даже не досмотрел до конца, настолько горько было за этим наблюдать. Ну что, мы переходим опять к нашим обязанностям. Да, у нас есть много сообщений. Я как раз хотел следующий час, вот тот, который мы начинаем сейчас, открыть этим сообщением. Но наши слушатели настолько погружены вот в информационное поле, что они уже начинают задавать вопросы заранее. Друзья, ну правда, да, мы все это видим и обязательно постараемся все откомментировать. Всему свое время, что называется. Так вот, ученые представили доработанную версию единого учебника истории. Как вы знаете, Владимир Путин в свое время высказал идею о создании нового учебника истории. Вместо тех, которые сейчас существуют, а их большое очень количество, и в них по-разному трактуются те или иные факты, единый учебник истории. Так вот, в интернете сейчас появилась его концепция. Над ней работали ученые, чиновники, учителя, большая группа людей. И вот какие его основные тезисы. Одна из новаций в курсе отечественной истории, возможно, больше не будет термина татаро-монгольская ига. Его заменит система зависимости русских земель от ордынских ханов. Да-да, я знаю. Этого исправления добивались долгое время историки Татарстана. Да. Но захват Руси монгольской империей проект все-таки предусматривает. А также он отразит такой термин, как образование Золотой Орды и антиордынские выступления русских княжеств. И затем разгром Золотой Орды Тимуром. При этом историки отметили, что, например, в истории 19 века авторы упустили из виду освободительное движение, масонство и терроризм. Оно пропало оттуда. А период реформ Бориса Ерцина теперь просто называется шоковой терапией. Ого. Сильно. Кроме прочего, в учебнику упоминается только единожды оппозиция. И она упомянута только в одном контексте. Это оппозиция реформам Александра Первого. Вы знаете, я знал о том, что такой учебник готовится. Более того, я в какой-то мере в этом не то что виновен. А я могу вам открыть такой секрет, что я с министром образования встречался ровно год назад. И я тогда еще говорил о том, что нужен единый учебник истории. И он со мной соглашался. Но он, видимо, зависим от предыдущего министра Фурсенко. И разговор этот продолжения не получил. И тогда я нанял ученого одного, который сравнил несколько учебников по истории средних школ. И вывод был ужасающий. Что в Новосибирске история Руси проходит не так, как во Владивостоке. И выпускники, допустим, школ из Владивостока начинают спорить с бывшими школьниками Новосибирска. И те другие правы оказываются. И я собрал эти нелепости все и отослал в администрацию президента. Я не знаю, повлияло это или нет, у меня нет сведений. Но через два месяца президент сказал, что нужен единый учебник. Я несколько раз отсылал в администрацию президента некоторые материалы, когда не мог достучаться до чиновников. И вы знаете, Максим, каждый раз срабатывало, честно говоря. Но потом снова пропадало в чиновничьих каких-то кулуарах и закромах чиновничьей родины нашей. И я думаю, что правильно этот учебник выложили в интернете. В интернете, помимо троллей, очень много общается интереснейших людей с хорошими знаниями. И мне кажется, надо обсудить этот учебник и отдельные его главы. Потому что, вот что касается меня, я бы сказал так. Да, наверное, иго не надо слово. Наверное, это правильно. Потому что ситуация была немножко другая. Вот, например, татары, придя к нам с монголами, они не уничтожали наши церкви. Они разрешали молиться как угодно, потому что в то время, когда они пришли, были язычниками. А язычники позволяют молиться любым богам. Они проявляют уважение к любым богам. Татары позже приняли, перед Куликовской битвой, приняли мусульманство. Причем сначала приняли вожди Орды. Во-вторых, я бы объяснил, откуда слово Орда. Орда – это древнейшее слово арийское от слова порядок. Порядок от слова вряд. И поэтому Орда – это то, что вряд выстроено, то, где порядок. Отсюда английский, извините. Ордер, да, в романских языках Ордер. И немецкое Ордунг – это германская группа языков. То есть это все от вряд выстроено. Я бы, конечно, мог подсказать какие-то дополнения к этому. Но в этом учебнике, по-моему, неправильно о Донском, Дмитрий, написано. Может быть, я ошибаюсь, но унижать не надо нашу историю. И Дмитрий Досков существовал. И то, что он сорганизовал – это доблесть нашего князя. А князь знает азы закона. Кона назывался закон. Князь кона азы знает. И, правда, это было очень давно, когда князь знал азы кона. Но Александр Невский был князем именно таким. И ведь он дружил с теми, кого мы называем представителями татаро-монгольского ига. И это тоже надо правду об этом сказать. Более того, защищать Русь-то пришли от негодяев-крестоносцев, от этих подонков, будущих натовцев. Татары-то защищали вместе с нашими витязями. И когда они стояли на берегу Чудского озера Конницы, просто не пришлось вмешаться татарам, потому что те же придурки поперли в доспехах на лед. Говорят, мы не нашли доспехов, когда раскапывали раскопки на дне Чудского. Как они могли сохраниться? Ребята, вы в своем уме? Или вы думаете, что из легированной стали были доспехи? В то время этого не было. Но не надо унижать нашу историю в учебниках. Вот бы какое дополнение я просил сделать людей, действительно болеющих и радеющихся на нашу Россию, к этому учебнику. Потому что там есть легкое такое увлечение. Кроме того, татары, они же помогли в Гренвальском сражении. Вот где сработала их конница. Когда все племена славяно-русов, народы русов и славян объединились против крестоносцев и разгромили их так, что эта поганая организация перестала существовать. Потом она возродилась, НАТО назвалась. Но в то время, а татарская конница сработала тогда. То есть они были с нами заодно. У нас были общие интересы. И мне кажется, что, конечно, нужен такой учебник, но я бы устроил серьезнейшее обсуждение серьезнейшими людьми этого учебника именно в интернете. Использовал бы интернет для успеха этого дела, а не чиновников. Я думаю, что все произойдет, потому что... Потому что мы его с вами напишем в администрацию, что надо так сделать, а они так сделают. Ровно об этом так. Хотел сказать, многие вещи, которые мы обсуждаем в программе, действительно являются пророческими. Я вот, поскольку имею честь находиться здесь, свидетелем этого, я могу сказать, что это правда. Очень многие вещи, о которых мы говорим, потом вдруг обретают реальные черты. Максим, полминуты, два дня назад мне надо было перечитать один пост в живом журнале, 4 года назад написанный. В это время президентом был Медведев, премьером был Путин. Премьером Путин, это важно. И я пишу, государство надо строить так, как строят птицы, перелетные, свой клин. Вот представьте себе журавлиный клин. Вожак должен лететь во главе журавлину глина. Я когда это прочитал, у меня мурашки по всему телу побежали. Через два года он полетел с журавлиным клином. Но это все описано в этом посте, в блоге живого журнала. Ну что, у нас небольшая рекламная пауза, после которой обязательно вернемся. Программа «Неформат» – прямой эфир из студии в Москве, на всю страну и ближайшее и далекое зарубежье. Спасибо вам большое за то, что пишите к нам на 8870. Пишите нам на 8870, короткий смс-номер. Звоните 0731. В конце программы мы обязательно сделаем короткий блиц с самыми интересными вопросами. На сайте веселойрадио.ру в гостевой «Буря эмоций» и также организована видеотрансляция из студии. К нам приходит много смс, но вот одну, пожалуй, прочитаю, поскольку она имеет отношение к дальнейшему комментарию. В Тольятти наши на монтаже ребята предлагают воздух для шин, внимание, с банановым или клубничным ароматом. Гениально, но вот гениально что? Я рассказал однажды в своем концерте, и это было показано по телевидению на РЕН-ТВ, прикольную историю. На самом деле все, а с чего все это началось? Часто такие объявления встречаются практически по всей России, и лохи на это разводятся. Это же для лохов объявления. Но история была такая. Вот не блондинка, а блондинозавр такая, совсем блондинка, мозги выбеленные, эмилированные, приехала и попросила подкачать «Бентли» колеса. Автомеханики, три пацана, решили над ней приколоться, сказали, и вот там это и родилось, этот прикол. Говорит, а у нас есть со вкусом банана, есть с клубничкой, со вкусом причем, сказали. И она, не почесав даже репу свою блондинистую, говорит, у меня пацана с клубничкой, сказала она. А нет, что дороже, она спросила, говорит, все равно, тогда с клубничкой, вот это важно. Но на следующий день приезжает ее пацан, реальный мужик, братан серьезный. И как рябкинг, кто вчера моей накачал колеса со вкусом клубнички. Эти три пацаненка, маленькие, как кузнечики, вжались в стенку, но предавать друг друга не хотели. И сказали хору, мы с ужасом, он говорит, пацаны, каждому по тысяче, реально ржал всю ночь. Когда я это рассказал, вроде я показываю дурь. Нет, посмотрите, это в бизнес превратили. И это не только в одном месте, это во многих местах встречается это объявление. Что у нас еще? У нас есть совершенно чудесное сообщение, которое пришло к нам по каналам информационных агентств зарубежных. Это, пожалуй, одна из главных новостей в мире. Как вы знаете, весь мир борется с нашей угрозой всему доброму и человечному, а именно, ну понятно чему, да, запрет на что. Так вот, Джордж Буш-старший стал свидетелем на однополой свадьбе в Соединенных Штатах Америки. Бывший президент выступил в качестве свидетеля на церемонии однополого бракосочетания. Об этом заявил в четверг представитель экс-главы Белого дома. В заявлении говорится, что Буш-супруга присутствовал на бракосочетании давних подруг семьи. Их имена приводятся. Но самое главное другое, что одна из новобрачных выложила в социальную сеть фотографию, где 89-летний экс-глава Белого дома, сидя в кресле каталки, одетый в синие штаны с торчащими из-под них носками ярко-голубого и красного цвета, ставит свою подпись в свидетельстве о браке. Ой, какая картинка, какая картинка, мир сошел с ума, я много раз это повторял, да? Это однополый брак, это девушки, да? Ну, я думаю, да, по-прежнему да. Ой, извините, да, по-прежнему девушки. И им тоже по 87 лет. Практически, если это друзья семьи, я сомневаюсь. Ну да, это наконец-то решились. А сейчас в Голландии же разрешили уже брак троих мужиков. И трое могут взять одного ребенка на воспитание. То есть, когда говорят, смесь грузина с чемоданом, это уже прям практически в качестве. Но вы попали, Максим, со своими комментариями. Сейчас вас при входе будут ждать чемоданы реальные. С челюстями чемоданы. И они еще нас обвиняют в безнравственности. Нормально? Сколько раз я говорил, что это в природу не заложено. Природа так создана. Природа от слова род. Род продолжать. Ну, они же теперь вот и сыновляют. Я думаю, что экс-глава Белого дома просто не соображал, где он находится до конца. А Берлускони просто отстой. Ну, влюбился в бабу. Ну, что это за дела такие? Ну, как русский крестьянин. Вся Европа возмутилась. Почему он бабу любит? Засудить его! Да, не голубой не хотим играть с тобой, говорит Европа. А все, вы попали. И я тоже с вами. Я чувствую, да. Ну, что, у нас сейчас будет небольшой перерыв на рекламную паузу, после которого мы продолжим наши человеконенавистнические темы обсуждать. Мизантропы, да. Но я хотел вот потом кое-что рассказать, да, после паузы. Да, конечно. Да, Саш, а ты можешь, пожалуйста, я все, я понял. Мне подавал очень долгое время Саша знаки. Сань, сделай потише, пожалуйста. Я говорю Саше Алехину, нашему диджею замечательному. Я смотрю на часы и не могу понять, почему у нас рекламная пауза. Саша мне делает знаки. Сейчас будет, Михаил Николаевич, песня. Ну ладно, все, все. А она уже идет, я понял. Я ее попросил осмотреть, потому что обязательно нам нужно ее представить. А, мы сейчас в эфире с вами. Конечно. Мы с вами сейчас говорим в эфире. А, я вижу красный огонек. Да, тогда я представлю. И в ваших глазах красные огоньки. Нет, зеленый свет. Я хотел сказать, что вот очень подействовал на меня в положительном смысле тот концерт, в котором я принимал участие, который вы делали в Крокус Сити Холл. Организовывали. А ноябрьские праздники его будут показывать по Первому каналу. А, это интересно. Интересно, что оставят от моего выступления. И вот эти все поющие пельзимухи, которых я там слышал, я вот о чем подумал. Петь бессмысленно может каждый. Поэтому сегодня так много бессмысленных песен. Почему Пугачеву любят? У нее все песни со смыслом. У нее каждая песня как театр. Но для этого надо иметь действительно гений Пугачевой, чтобы так исполнять. А вот эти вот дрыгающиеся фуфло всякое попсовое. Конечно, этого сделать не могут. Поэтому включают фонограмму. Но у меня есть мой воспитанник. Я к нему с большим уважением отношусь. Он молодой человек. Если бы все так взаимопонимали друг друга, как мы с Брэндоном Стеуном, конечно бы проблем отцов и детей не было. Он слушается моей режиссуры. Более того, я даже, по-моему, научил его петь, окрашивая большим количеством амбертонов свой голос. И вот что он молодец. Он от меня... Что он от меня взял, послушавшись меня? Он учился тому, что умело делать наше поколение. Но сделал это на современном, более техничном уровне, потому что он классно играет на пианино. Я думаю, что именно поэтому его не хочет снимать телевидение. Ни первое, ни второе канала. Я хочу представить... Он так полюбил русский язык, будучи немцем. Он знает шесть языков. Но русский для него стал родным. Почему? Он поэтов полюбил русских. Гумилёва, Гафта, Филатова, Евтушенко. И вот я хочу вам представить, дорогие радиослушатели, песню на слова моего друга, который его очень любил. Друга юности, царство ему небесное. Он был гениальным поэтом. Леонид Филатов. И сказать, что эта песня написана очень-очень давно. Музыка Владимира Качина исполняет немец Брэндон Стеу. Должно быть любому ребёнку земли Известна игра Под названием «Замри». Галдят непоседы От зари до зари Замри, 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 замри 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 — это, в общем-то, детский пароль, Но взрослым его не хватает пароль. Не взять ли его у детишек взаймы? Замри, замри, замри. Нам больше, чем детям, нужны тормоза. Нам некогда глянь, друг другу в глаза. Пусть кто-нибудь крикнет нам, черт побери. Замри, 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 замри. Послушай, дружище, а что если вдруг Ты мне не такой уж непреданный, друг? Да ты не пугайся, не злись, не остри. Замри, замри, замри. Мой недруг. Мой недруг, давай разберемся без драк. А что если ты никакой уж и враг? Былые обиды на время замни. Замри, 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 замри. О, как бы легко, не сменялись годы. Однажды наступит минута тогда. Вам некто знакомый чепнет изнутри. Замри, замри. Память прольется по старым щитам. И кровь от волненья прихлынет к щекам. И будет казаться страшней, чем умри. Замри, замри. Замри, замри. Надпись «Баранина». Это что, задается вопросом наш слушатель, не все питомцы выздоравливают. Это одна компания сняла два дома. Там они на одном деньги зарабатывают. А тут не все выздоровели. Это уже «Баранина». Ну, люди добивают сами. То, что называется профессиональным тематом. Вот это и нравится, что наши слушатели такие. Они с чувством юмора реальным. Они в пробках стоят сейчас. Поэтому их выручает только чувство юмора. Да. И, кстати, благодаря за то, что в пробках они имеют возможность, Вас, Михаил Николаевич, слушать ваши оценки. И помните тему, которую мы затронули некоторое время назад? Это тема рекламных роликов, которые могли бы быть интересны. Так вот, нам из Москвы пишет, к сожалению, не подписавшийся человек, в тему о рекламе. Сидит, представьте себе картинка, грустный Роман Абрамович на большой куче денег, а сзади плакат с надписью из Макдональдса. Хочешь зарабатывать больше? Ну, ничего. Приходи к нам. Ничего. Для первой шутки ничего. А мне вот это нравится. Вывеска рекламы в Сызрани. Но дело в том, что я ее видел. Значит, в поликлинике лор-гинеколог. Но они не прислали другого. Там в скобках написано восьмой кабинет. То есть здесь-то имелось в виду, что и лор, и гинеколог есть в поликлинике, а там еще один в одном кабинете они работают. То есть у кого с ангиной, значит, непорядок, еще и надо зайти еще провериться. И причем один врач. Вот. Это название профессии одной. Лор-гинеколог. Он так обучался смежно. Знаете, электриком, актер там. Лор-гинеколог. Я рассказывал вам как-то историю. Хорошо, если они инструмент хоть моют после пациентов. Простите за пожелание. Да, ну. Рассказывал вам историю о том, что у меня был разговор с человеком, который приехал из государства Руанда. Это государство в Центральной Африке. Я знаю, да. И разговарившись, мы не буду говорить при каких обстоятельствах это произошло, чтобы долго не отвлекать ваше внимание. Смысл в том, что когда я его спросил, ну вот после того, как ты закончишь университет имени Патриса Лумумбы, дружбы народов, что ты будешь делать? Он говорит, ну я вернусь на родину, буду врачом или учителом. Да, в Руанде это нормально, когда человек просто с высшим образованием может быть шаманом, вождем, врачом и учителем и асфальтоукладчиком в одном лице. Но в России, видимо, которая стремительно движется в сторону Руанды, сейчас лор-гинеколог, потом, как вы говорите, шофер и космонавт. И космонавт. Ну, не получилось шофером, пойду в космонавт. У нас некоторые абоненты нам пишут по поводу того, что программа переехала, скажем так, с времени с 15 до 17, на время с 17 до 19. Мы просто в новом сезоне пошли вам навстречу, друзья, потому что очень многие просили, чтобы программа была чуть попозже. И я просил, кстати, тоже. И Михаил Николаевич, который проехался по стране, ему все говорят, вы знаете, приходится слушать вас на работе, а это не очень удобно, там, все смеются, и начальник в итоге запрещает. Так вот, это не просто так произошло, а потому что, согласно исследованиям, которые провели специалисты из США, люди в определенный промежуток времени выглядят хуже всего. И этот промежуток времени находится между 16 и 17 часами. Вот гениально. Вот знаете, чем мне нравится америкосы? Что у них много денег на проведение всяких исследований всякой чушни. Хотя это известно из древности. Есть такая наука, аюрведа. Это одна из книг ведических. Несколько книг вед есть. Четыре. Четыре, да. Одна из них называется аюрведа. Это наука о здоровье. Так вот, разными энергиями в разное время дня, разные энергии руководят человеком в разное время дня. Эти энергии называются пита, кафа, извините, вата, пита и кафа. И вот утром вата. И это энергия творчества. Энергия такая нервного некоторого возбуждения, которая должна перейти в творчество. И поэтому очень многие поэты замечательные стихи пишут по утру. Следующая энергия пищеварения. Это энергия дня. Почему обед? Объединенная еда. Это можно съесть много. Ну, немного, но более или менее, так, поесть плотненько. А потом наступает энергия кафа. Кафа – это энергия земли, которая тянет человека к земле. То есть это все известно. И вот в момент, когда меняются эти энергии, которые руководят человеком и его действиями, человеку хочется спать. Такой первый момент наступает плюс-минус у разных людей, в зависимости от их конституции, чего у них больше, питы, кафы или ваты, в 12 часов, а второй с 3 до 4. И если в этот момент 3 минуты заснуть, ну, чуть-чуть совсем, или отключиться хотя бы, человек будет свежаком. Замечали, в метро люди часто в это время кемарят. Ну, или после работы 5-6, это они, если бы они в 3-4 чуть-чуть закемарили, они бы в метро в 6 не спали. А тут они добирают. И, смотрите, американцам надо было проводить исследование, тратить миллиарды для того, чтобы выяснить то, что и так давно известно. Они же провели эксперимент, что кто, у кого частые половые отношения, после 50 умирает раньше. А это известно. Черви, не спаривающиеся, они провели эксперимент, червей спаривающихся поместили. Как они до 50 лет червей-то по возрасту дотянули? Они, вот я боюсь, что они самцов самками не различали в этом эксперименте, потому что неполиткорректно было. Одного червя в другом? Если они только самцов поместили, то, может, червь же не знает, что надо гей-парады организовывать. И они же не знают, они не спариваются. Но интересно, что в одной банке черри спаривающиеся, в другой не спаривающиеся. Так вот, спаривающиеся жили в два раза меньше. Как это известно, опять-таки из китайских древних книг, а также из индийских древних книг. Потому что лучшее, что есть у мужчины, это его семья. Если он его все время расходует, не на продолжение рода, он старится, потому что он расстается с лучшим, что у него есть. Ой, это такой ужас. Мне в Википедии написано. В Википедии вообще написано, задорно. Асексуал, антисемит и русофоб одновременно. Про меня там такое написано, там все ярлыки привешены. И я вдруг обратил внимание, что журналистка меня в одном спрашивает, что вы правильно, что вы асексуал? Я пропустил мимо ушей. Ну, ну, шею. А так. А с этой стороны. А потом вторая журналистка в другом городе говорит, вы асексуал? Я думаю, емано, да что же это? Откуда вы взяли, если в нескольких городах, откуда вы этот вопрос вообще выкопали? Она говорит, об этом написано в Википедии. Задорно асексуал. Нормально? Я говорю, а ты хоть знаешь, что это? Она говорит, я нет. Я говорю, и я не знаю. Вот когда ты поймешь, тогда и задавай вопросы. Но меня сейчас и в Крыму пытали, что я асексуал. То есть я говорю, что надо... На границе? Вы асексуал? А где это в вашем чип-коде есть это или нет? А, то есть, смотрите, асексуалом сегодня журналюшки считают тех, кто просто призывает прилично жить. Вот такое интересное время. Хотя америкосы, америкосы молодцы, они ставят влияние суффиксов в романах Марка Твена на размножение сусликов после солнечного протуберанца. Вот они... Как им это в голову приходит? Ну, молодцы! А тупые должны проводить эксперименты. Потому что они не знают правды. Ну, хоть так. Ну, вот исследование, на которое американцы, как мы выяснили, сейчас потратили миллиарды долларов, и которое говорит о том, что с трех до пяти люди выглядят не очень хорошо, заставило нас перенести программу на два часа вперед. Пяти до семи, потому что все в метро откимарили, немножко had some sleep, извините, не знаю, имели чуть-чуть поспать на работе. И нас слушают свежачки? Да. Да и мы свежачки. А мы сейчас будем... Мы спим во время рекламных пауз. Да, to have some advertising. Advertising. Имеет некоторую рекламу в эфире радиостанции Юмор ФМ. Please. Ну что, программа Неформат выходит на свою финишную прямую. У нас впереди остались наши традиционные блиц-звонки и ответы, точнее, звонки и блиц-ответы Михаила Николаевича на вопросы наших радиослушателей. Я предлагаю, не теряя время... Ну, я единственное хотел бы сказать, что я в личку получил два замечательных сообщения. Больше получил, но вот эти сообщения я хочу зачитать. Остроумны у нас люди. Михаил Николаевич, вы ошиблись. Буш был на браке однополым несвидетелем. Он слишком стар для этого, он был понятым. Очень остроумно, на мой взгляд. Ну и второе предложение мне. Давайте организуем парад асексуалов. И вы впереди, как вожак у журавлиной стаи пойдете. Ну, я буду думать над этим. Да, помните, мы говорили о том, что на парад мужиков записалось 11 человек. Вот весь коллектив Юмор ФМ уже записался на парад асексуалов. Асексуалов. Я говорю, с вами трудно, вы визгуетесь. Я и говорю, с вами трудно спорить вообще. Это действительно так. Наверное, сказал. Я, скрывая тайну свою. Термин надо уточнить. Да. Ну что, у нас есть некоторые вопросы. Может быть и по этому поводу, а может быть и по другим. Давайте послушаем. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Это Артем из Красноярска. Совсем скоро в свет выйдет новая компьютерная игра, в которой Путин будет бороться с зомби. Михаил Николаевич, а как вы считаете, кто мог бы стать прототипом зомби? Спасибо. Да, менеджеры все это зомби. Пожалуйста, приходите в любую сегодняшнюю организацию, смотрите на молодежь, которая сидит у компьютеров, пасется в рабочий день в интернете. Это все зомби. Но игра неправдишная, не получится. Мне не нравится эта игра, хотя, наверное, она будет иметь успех. Но я вам открою секрет. Мы сочиняем одну игру компьютерную. Вот мне надо было почти до 70 лет дожить, чтобы принять участие в разработке компьютерной игры. На основе фильма «Рюрик», который документальный я выпустил на экраны и в Ютьюбе. Мы говорили об этом фильме много. У него на сегодняшний день 860 тысяч просмотров. Только у меня в Ютьюб-канале, значит, около двух миллионов всего в интернете. Но почему придумали игру? Игра будет называться «Построй государства». И убереги государства от врагов. Но чтобы построить правильно вал, а берег, надо обладать знаниями того времени. И там надо будет, чтобы правильно выстроить войско, изучить природу. Где болото, где птицы какие. То есть это будет обучать игра приметам, знаниям наших богов, тех богов-предков. В общем, тем знаниям, которые потеряны на сегодняшний день. Вот поэтому я согласился принимать участие в этой игре. Пятиуровневая она будет. Добрый день, Михаил Николаевич, Алексей, город Москва. Мы с супругой сходили на концерт «Все хиты юмора» в прошлую субботу. Нам очень понравилось. Скажите, а куда вы поставили маяк, который вам подарил продюсер «Юмор-ФМ»? Прекрасный вопрос, и у меня замечательный ответ. Он стоит у меня посреди главной большой комнаты. И ко мне приходили гости, спрашивали, что это. А знаете, я в 90-е годы любил покупать, когда у меня начались хорошие заработки в конце 90-х, я любил покупать картины. У меня есть картины, там, Воснецова, есть картина, ну, этюд, скорее, не картина. На картину денег не хватит. Саврасова. Ну, этюдики знаменитых у Верещагина. И мне дарили в то время, я же думал, я же, без слова, гламур не был, но я слегка гламурился. Ну, недолго. Быстро поумнел. Но у меня есть какие-то вазы там подаренные, антикварные, которые, честно говоря, я бы выбросил на сегодняшний день, но неудобно. И вдруг стоит ваш маяк, подаренный вами, и мне говорят, а это что? Я говорю, это бесценная вещь. А из чего он сделан? Я говорю, 99-я проба пенопласт. Чистейший пенопласт. Нет такого больше в мире. Но этот маяк, я объясню, радиослушателям подарен, потому что больше всего просили, в связи с сегодняшней ситуацией в Сирии, сегодня просят вас поставить фрагмент моего выступления, где я рассказываю, как американцы пытались наткнуться на маяк. И при этом еще пытались командовать всем миром и унижать испанцев, работающих на этом маяке. Вот я думаю, что вот этот маяк, Максим, может стать вообще призом в будущем лучших выступлений на юмор-фм разных моих коллег, сатириков, юмористов, молодых или наших слушателей, которые интересные идеи. Давайте сделаем такой приз, маяк. Ты же можешь быть маяком, раз ты так хорошо выступаешь, допустим. Я сейчас не про себя, я и не про вас. Я вообще говорю про кого-то. Ну, это действительно так. На самом деле, когда у меня возникла идея, какой нужно подарить подарок в честь вашего юбилея, потому что в этом году Михаил Николаевич отметил свой юбилей, до 70 еще, ой, как далеко, до 65 лет, да. В возрасте весомый. И при этом в такой форме потрясающе находиться. Пожалуй, опять нужно записываться на этот марш, чтобы всем так выглядеть. Так вот, я хотел сказать, что на этом маяке написано, что настоящий... На марш импотента вы имели в виду? Аппарат, извините. Да, ну-ну, я не въезжал сразу, да-да-да. Да, ну и вы начали. Да, я говорю о том, что маяк, как маяку мирового юмора, ну потому что это действительно так. И многие люди и за пределами России воспринимают нашу страну, изучают ее, как вы рассказывали в прошлый раз, по вашим выступлениям. Я хотел сделать одно маленькое наблюдение. Закончился концерт, воскресенье, раннее утро. Мне, ну сколько было, очень много выступающих на концерте. Была молодежь, люди средних лет, поющие и так далее. Знаете, мне позвонило 4 человека. Палуин, Хазанов, Альтов и вы. Наша школа позвонила. Мне позвонили 4 человека, которые задали мне один вопрос. Ну как все прошло? Они, вы начали, то есть только люди из старых, ну, олдсмирных. Неравнодушными. Да. Все остальные, ну, молодым, наверное, было все равно, потому что, ну, смонтируют, как смонтируют. Удивительно было, что люди, которые, ну, профессионалы высшей пробы, что называется, позвонили и были до конца профессионалами. Позвонили, узнали, как все прошло. Как реагировал зал, там, что вы думаете по поводу того, как поставят, телевидение покажет или нет, что будем с этим делать. Сколько камер снимало, да, конечно. Это факт. Нам все это интересно. Ну, а молодые даже не знают многие, что они плохо выступали. Там выступала одна девушка, я не знаю ее фамилии. Говорят, она то ли из Comedy Woman, то ли еще что-то, я не знаю. Но, если бы я так выступил, когда я начинал в 82-м году, я бы пришел домой и думал, мне характери себе сделать или с суицидом другим способом. Но она даже не знает, что это так нельзя. Или я бы пересмотрел всю свою предыдущую жизнь, что я не так живу. Мне очень приятно то, что вы назвали меня в группе этих людей. Действительно, Альтов классно читает свои рассказы. Он настоящий писатель. И он очень радеет за то, что он делает. А не булькает просто так репризы. У нас есть еще вопросы? Да, конечно. Добрый день, Михаил Николаевич. Это Сергей из Тамары. Владимир Водшевич Жириновский заявил, что наводнение на Дальнем Востоке и развив свек в Сочи – дело рук американских военных, которые использовали климатическое оружие. Михаил Николаевич, как вы относитесь к этому заявлению? Спасибо. Да нет, я даже не хочу это обсуждать. Ну, что глупости обсуждать? Откуда у американцев климатическое оружие и вообще? Понимаете, вот вроде с юмором надо ответить. Но я не хочу, потому что ни один ученый не может поработить природу. Все эти коллайдеры – это такое фуфло по сравнению с обыкновенной грозой. До сих пор не могут использовать энергию молнии. Когда молния сегодня и гром за окном, у меня плазменная панель не показывает. Она распадается на квадратики. Такие, знаете, как будто это картина Пикассо периода кубизма. Ее держит в руках больной Паркинсоном. И люди при этом говорят, ой, сколько пикселей. На черта мне эти пиксели, если они не показывают плохую погоду. У меня в Риге панель суперская. Я купил там какие-то нереальные пиксели. Скорость мышления, гигабайты, торренты, шмаренты. Она зависает реально все время. Ученые гордятся этими новыми технологиями. Да, она показывает 6 дней в году хорошо. Потому что это единственное 6 дней, когда безоблачная погода у нас. Тогда я могу даже разглядеть козявки в носах у монстров голливудских. И, конечно, многим нравится. Смотри, смотри, две козявки. Ой, смотри, три. Но не могут ученые, это часть природы. Никто, никакие америкосы не смогут поработить природу. Климатического оружия не бывает. Можно найти способы вызвать землетрясение. Это правда. Понегодяйствовать где-то на каком-то участке, в другом на участке земли взбрыкнет. Но Жириновский молодец. Он остроумный. Это говорит для лохов. И ему нравится, как лохи этому верят. Я, кстати, послал Жириновскому предвыборную кампанию. Мне бы так хотелось, чтобы его выбрали когда-нибудь президентом. Хотя бы дня на 4. Он бы взбодрил... И за 4 года на 4 дня. Нет, нет, 4 дня. Ну, с пролонгацией до 5 можно дней. Но за 4 дня он бы лишил политкорректности весь мир. Мир бы забыл о политкорректности. Он бы все сказал им. Но я когда была предвыборная кампания, я в их партию послал письмо. Если вы станете президентом, я прошу вас, Владимир Вольфович, пригласить все правительство американское прилететь к нам в Россию на одном самолете в Смоленск. Мы жжем сегодня! Да, я прям даже... Даже не знаю, как... Это только он способен на это. Друзья, ну, наша программа на такой... Жизнеутверждающей ноте подошла к своему концу. Но мы с вами обязательно встретимся через неделю, через две. И программа «Информат» будет продолжаться. Потому что наша главная задача – нести свет и радость людям. Ну, а у меня книжка вышла «Вся правда о любви». Там про сексуала все написано. И ее прочтений в интернете 200 тысяч. А мне издательство говорит, а почему, зачем вы выложили? И они 5 тысяч экземпляров выпустил их книгу. Посмотрите, как я могу не выкладывать в интернете. Кто хочет знать истину о любви, я рекомендую посмотреть. Но цена большая, а у меня на концертах она значительно меньше. Приходите. Спасибо, друзья. Всего вам доброго. До встречи. Пятница. Задорнов. Неформат.